Всем привет, я Огнис и это третья часть обзора DJI Inspire 1. Итак, мы включили коптер, включили пульт, подсоединили все к приложению. В каждой точке, в которой вы взлетаете, желательно калибровать компас. Для того, чтобы калибровать, в этой модели мы заходим на иконку Mode и выбираем Calibrate Compass. После этого мы вращаем коптер, переворачиваем его на 90 градусов и после того, как он начал мигать зеленым, ставим его на место. После этого в приложении не будет никакого сообщения, это значит, что компас откалиброван. Теперь мы можем лететь. Первое, что мы проверим в этом коптере, это дальность полета. Как мы видим, там находится остров. Примерно дистанция к тому острову 4 километра. Потому мы сейчас будем туда пытаться долететь. Итак, так заводим моторы. Включаем видео. Складываем шасси с помощью рычажка на пульте. И начинаем просто лететь прямо. В приложении мы видим скорость полета, высоту полета. С помощью рычажка слева мы можем регулировать наклон камеры. Поднимаемся чуть выше. Так, и летим прямо. Я отойду от деревьев, чтобы качество сигнала было выше. В данный момент коптер от нас уже одолелся на 700 метров. Это мы видим по показателю внизу. Высота коптера 15 метров. Поднимем немножко до 25. Идти. 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 Вот мы там видим остров. Вроде бы нацелен на него. Качество. передачи 720p. Потому в отличии от качества передачи Vision Plus все довольно-таки чутко видно. И благодаря этому этот коптер имеет очень много применений. Так, пролетели 2 километра Отрегулируем немножко маршрут Если у вас вылетело приложение, то ничего страшного, можно его просто перезапустить Чтобы оно не вылетало, необходимо закрыть сторонние приложения перед запуском коптера или перезагрузить ваш iPad Два с половиной Две девятьсот Три сто Три двести Три триста Три четыреста Три пятьсот Три шестьсот В правом верхнем углу видим качество передачи сигнала Вот, если сюда классно, есть подробная характеристика Это видео параллельно можно сразу транслировать на монитор с помощью беспроводного HDMI передатчика Без каких-то данных, каких-либо данных телеметрии Они просто убираются Четыре двести Четыре триста Четыре четыреста Четыре пятьсот Четыре шестьсот Четыре семьсот Все, новый сигнал Теперь коптер, по идее, должен вернуться обратно Вот он предлагает вернуться обратно автоматически Нажимаем go home И сейчас он развернется И начнет лететь по параллельному маршруту обратно Четыре шестьсот Четыре шестьсот Все-таки новый сигнал Покрутим антенны Вот он появился Так, я вижу, что он возвращается Это уже очень хороший признак Самое радостное, что... Чуть не врезался в остров Для того, чтобы выйти из функции возврата домой Вам необходимо переключить Из режима P в режим A И затем вернуть обратно После этого вы снова будете Иметь возможность управлять коптером И уйти от столкновения с каким-либо объектом Пролетаем этот остров Пролетаем этот остров Так, я проставил автоматический возврат домой Довольно-таки он далеко В принципе, еще пятьдесят восемь процентов заряда есть И у меня есть шансы его вернуть обратно Так, считаем Три шестьсот метров Десять метров в секунду Триста шестьдесят секунд Шесть минут Сверху у нас показываем На сколько времени полета у нас еще есть Еще есть десять минут Как мы видим, вот он по карте сейчас перемещается Пока он будет возвращаться обратно Я возьму второй пульт И попробую поуправлять камерой с него Вправо Влево Вверх Вот вниз Это тоже максимальный градус Вот То есть, во время полета Вы можете крутить камеру в обратном направлении Удерживать какой-то объект Но лучше иметь для этого всего дела Второго оператора хотя бы Я вижу коптер еще на дистанции 2500 В приложении мы видим Несколько кнопочек Вот эта кнопка позволяет Освободить камеру от поворотов коптера То есть, сейчас даже если я буду крутить коптер Левым основным пультом Камера все равно будет поворачиваться То есть, сейчас я могу камеру крутить на 360 градусов С помощью вот этой кнопки я могу вернуть камеру в FPV режим То есть, с помощью второго пульта я уже управлять не могу Он просто будет не работать, кроме регулировки наклона камеры Это удобно, когда вы самостоятельно управляете коптером Без второго пульта Без оператора Осталось 1000 метров В принципе, по батарее я вижу, что мы успеваем Я первый раз лечу на такую дистанцию Потому немножко переживаю Но это единственный коптер, который из коробки Смог пролететь более чем 4,5 километра в одну сторону И 4,5 километра в другую сторону Возможность установить точку возврата С помощью вот этой вот штуки Вот первая иконка Это установка точки возврата на ту точку, где сейчас находится коптер А вторая кнопка с пультом Это точка возврата, где мы находимся То есть пульт Точнее в iPad есть свой GPS И он подсказывает коптеру, где находится пульт Сейчас его надо будет встречать Для того, чтобы встретить его Нам нужно взять Вот он где-то там уже над головой Вести обратно его в управляемый режим Для этого мы переключаем на P и обратно Как только мы приблизимся очень близко к земле Сработает датчик Вот он сейчас показывает 2 метра Этот датчик позволяет менять высоту коптера При полетах на какой-то нестабильной поверхности То есть, например, когда вы будете лететь по камням Коптер будет подпрыгивать Как только вы опускаетесь уже ниже 1 метра Коптер автоматически опускает шасси И уведомляет вас об этом Так, давайте подлетим чуть ближе к нам И посадим В принципе, при 10% еще можно летать Но когда меньше 10% уже идет ослабление на моторы И коптер может просто начать спускаться Итак, самая трудная часть полета позади Мы проверили максимальную дальность коптера Она состояла от 4,700 метров Также я летал в городе Проверял высоту Максимальная высота была 500 метров Сейчас на экране вы видите снимки Которые я сделал благодаря вот этому коптеру Также вы можете сейчас посмотреть видео Отрывки из видео Которые мы наснимали в Гонконге, Шенчжене И на пляже Все, с вами был Огнес Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok